Всем мир и во вселенной. Прозвучит, наверное, странно, но это правда. Сегодня в внеземном подкасте астроном Владимир Сурдин поговорит с человеком, который разобрался, как создают инопланетян. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Добрый день. Ну вот скажите, разве инопланетян можно сделать? Есть какие-то инструкции по производству? Инструкции нет, но каждый делает, как умеет. И делали неоднократно. Подделывали, точнее говоря. Настоящих инопланетян мы еще не видели, но сделать никаких проблем. Все, что затрагивает любознательность человека, можно сделать и продать. Делают и инопланетян. Ну, в общем, достаточно предисловия. А теперь мы перейдем к разговору, который недавно состоялся в этой же студии, о том, кто и как, и каким способом, и по каким инструкциям, и зачем делает инопланетных существ. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения коммуна» университета МИСИС. Добрый день, друзья. Сегодня у нас в гостях Александр Цоколов. Я думаю, он многим известен. Это главный редактор портала «Антропогенез.ру». И сегодня он в качестве создателя и руководителя форума «Ученые против мифов». Ну, об этом мы сегодня и поговорим, да, Александр? «Ученые против мифов». Самый сегодня популярный миф – это пришельцы. Вот недавно было представление, по-моему, в мексиканском парламенте, да, прямо в парламенте большой современной страны представили скелеты пришельцев. Расскажи об этом, пожалуйста, и что это на самом деле могло бы быть? Там даже не скелеты, там мумии, мумии инопланетян. В скафандрах? В коробочке. В коробочке. В коробочке. Вот, скафандры они, видимо, сняли. Ну, поскольку это мумии древние, то там, не знаю, скафандры уже разложились, может быть. Вот, но забавно. Да, кстати, мне вот в день, когда это видео вышло, начали звонить всякие издания, потому что у нас еще пару лет назад вышел трехсерийный фильм про эти мумии. Про эти же мумии. Да, вот про эти самые мумии. Вот, и мы его сделали, и вот он два года так себе лежал, лежал на полочке, грубо говоря, и тут народ набежал, стал смотреть. У нас был переведенный на английский, значит, кусочек этого фильма, который там разошелся по каким-то каналам, блогам, вот. И вот заговорили о том, что мумии – это настоящие, потому что мало того, что их в парламенте показали, была научная экспертиза, которая доказала, что они действительно древние, радиоуглеродное датирование. Было сказано, что была научная экспертиза. Она была. Она была реальна? Она была, да. Причем с участием российских ученых. Кстати говоря, среди этих российских ученых были наши коллеги. Дело в том, что еще в 2017 году к нам обратился такой доктор технических наук Коротков, который был одним из энтузиастов, которые занимались изучением вот этих мумий, которые их нашли-то в Перу, в пустыне Наска, якобы. Вот. И, значит, энтузиасты пытались их изучать. Антропологов, палеонтологов у них не было. Я уж не знаю, каким образом там оказались наши уфологи российские. Вот. Они обратились к нам, к антропогенезу. Значит, я получил от них снимки рентгеновские этих мумий, переслал их Станиславу Дробышевскому, значит, к антропологу-палеонтологу Алексею Бондареву. Они посмотрели на эти снимки и сразу сказали, что это подделка. Потому что там просто было очень хорошо видно, из каких костей это собрано. Причем собрано кое-как. Из человеческих костей, нет? Частично из человеческих, частично из костей животных. То есть это такой конструктор. Причем он сделан очень грубо. То есть там местами, значит, левая рука – это одна кость, правая – это другая. Значит, фаланги пальцев там вот одни вот так повернуты, другие вот так повернуты. То есть, ну, видно, что особо они не заморачивались. Они, значит, из костей собрали это, чем-то облепили какой-то субстанцией, обтянули, там, не знаю, какой-то кожей и пытались это все продавать. Но мы результаты этой экспертизы послали господину Короткову, после чего, значит, прошло пара месяцев, и наше заключение это, естественно, никуда не пошло. Потом я узнал, что Коротков написал книгу про это все, и она была переведена на английский и испанский. Значит, про эти мумии вышел фильм на канале History, и тогда вот мы и решили сделать свой фильм, где мы обратились в том числе к российским генетикам, которые изучали эти кости. А, образцы достались генетикам. Да, 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 потому что там же была генетическая экспертиза, раудиклеродный анализ, гистологическая экспертиза. В общем, ну и очень вольная интерпретация этого всего. Ну и, значит, кроме того, мы вышли на связь с перуанским борцом с лженаукой, который разоблачал вот этих проходимцев, на самом деле. Как же ему там трудно работать, я представлю. Ему там очень трудно работать, гораздо труднее, чем нам. Поэтому он, например, не показывал свое лицо. Мы его даже пригласили выступить вот на одной из предыдущих конференций наших про просвет. И он не показывал лицо и говорил с измененным голосом. Он не называет свое имени. Он их реально боится, потому что это настоящая натуральная мафия. Это криминал. Но это бизнес большой, да? Это криминал. То есть это не какие-то у нас чудаки-уфологи, а это люди, которые занимаются контрабандой всяких древностей, и в том числе поддельных древностей. Я тебе скажу, у нас во внеземном подкасте мы упомянули про этот факт. Ну и я так вскользь сказал, что, скорее всего, это подделка. Вот Соколов так думает, да и вообще нормальные люди так считают. После этого, когда вышел наш внеземной подкаст, в комментариях один из наших слушателей написал, «Я живу в Мексике, для нас это нормальное дело, тут все подделывают, инопланетяны элементарно могут сделать». Не удивляйтесь, пожалуйста. Каким же образом это все в парламент? Но все-таки серьезная организация, да? Парламент большой современной страны. Как пустили человека с подделками представлять, ну, высмеивать вот страну на весь мир? Слушайте, у нас в парламенте в свое время экстрасенсы выступали. Чем мексиканцы вообще? Чем мексиканцы хуже? Их уже просто в Перу никто всерьез не воспринимает. Они поехали в Мексику. Я вот, честно говоря, не вникал в политические детали, как там эти деятели, эти уфологи, известные причем персонажи, просочились в парламент. Как-то им это удалось. Ну вот в американском парламенте в США там обсуждают всерьез НЛО. А чем хуже мексиканцы? Они будут обсуждать вот эти мумии. Но главная проблема, вот еще о чем надо сказать, что это не безобидные подделки, потому что они, судя по всему, действительно сделаны из древних костей. И это классический способ обмануть тот же самый радиоглеродный анализ. То есть они разрушают могилы? Они разрушают могилы. Они из костей, из реальных древних захоронений это все конструируют. Поэтому, да, радиоглеродный анализ показывает, что там костям тысяча лет. Потому что они действительно древние. Очень обидно. Это, на самом деле, старый проверенный способ, которыми занимаются вот эти поколениями, эти, как это назвать, поддельщики. Черные копальщики. Они подделывают древности, в том числе они берут какие-нибудь черепки древние, склеивают из них сосуд новый. Берут какие-нибудь тряпки из погребений, из них что-нибудь сшивают, раскрашивают. Они берут мумию из одной могилы, надевают на нее какую-нибудь корону из другой могилы, навешивают украшения из третьей, и это выставляют в музее, как вот уникальная мумия какой-нибудь древнего князя. От поиска разумных цивилизаций нас часто предостерегают таким аргументом. Зачем мы инопланетянам? Вдруг мы для них просто еда? Но уверен, инопланетяне, как и мы, обожают то, чем их кормили в детстве. В нашем случае это еда, которую готовила мама или бабушка. Каши, куриные ежики, гречка с курицей, плов, блинчики, пироги. Теперь таким рационом вас может побаловать сервис «Просто еда». Я попробовал сам и рекомендую вам. Больше никакой готовки, а также мытья кастрюли, сковородок, но при этом три раза в день, на завтрак, обед и ужин, вкусные, привычные блюда. И все это по специальной цене. Всего за 2490 рублей в неделю. Наслаждайтесь вкусной едой и сохраняйте время для работы, хобби и общения с близкими. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и заказывайте «Просто еду». Что ж, к разговору с научным журналистом Александром Соколовым мы еще вернемся. Ну а пока несколько примеров из личной практики, что называется. Владимир Георгиевич, я знаю, что на Южном Урале, где оба мы с вами когда-то жили, были такие примеры. Что вы об этом знаете? Ну, я знаю только один такой пример, и я думаю, многие о нем слышали. Это Кыштымский карлик. Вообще говоря, это не было мистификацией. В отличие от большинства пришельцев, которые были сделаны руками человека специально, чтобы сфотографировать, продать эти снимки. Кыштымский карлик – это, насколько мне известно, и сейчас хорошо эта история описана в русскоязычной Википедии. Это реальная история с реальным объектом, не сделанным руками человека. Но началась она на Южном Урале, недалеко, в Челябинской области, там, где мы с тобой жили. Город Кыштым, он маленький город, я, честно говоря, жил там, но никогда о нем не слышал. А дама известного бальзаковского возраста, не совсем адекватная, как потом подтвердили врачи, нашла маленькое существо, похожее на новорожденного ребенка, только с очень своеобразной анатомией. Большая голова исковерканная и маленький подбородок. Ну, в общем, человекообразное существо, но очень болезненного вида. Как сама она утверждает, существо было живым, она его взяла себе домой, кормила, существо что-то пищало, но выясняется, что это все плод ее фантазии, и, наверное, оно уже было, это существо, мертвое, и дама его хранила, ну, просто из каких-то вот таких глубинных материнских инстинктов, скорее всего. Потом оно погибло, или сразу погибло, когда его нашли, оно уже было мертвым, и началось небольшое расследование по другому совершенно поводу. Это была середина 90-х. Ты, наверное, не очень хорошо помнишь эти места. Я как раз очень хорошо помню эти места. Я как раз в середине 90-х много времени проводил под Кыштымом на одном скалодроме, именно под Кыштымом, на берегу озера. Слушай, но это были времена большой бедности. Безусловно. Я помогал там охотиться человеку, который работал на электростанции главным инженером, и чтобы прокормить детей, вот в этих местах, где не было егерей, мы как раз добывали мясо. А те, у кого даже специальности не было, они просто воровали. Причем воровали все. Срезали провода на линиях электропередач. И вот поймали одного такого бедного человека, который срезал алюминиевые провода, стали расследовать, и у него в гараже нашли мумию, вот этого небольшого. Оно действительно 25 сантиметров, вот такое существо было, да еще засохшее. И он рассказал, что нашел его у этой старушки, сделал такую непрофессиональную мумию, а вдруг удастся кому-то продать. Все, что можно было тогда продать, оно имело ценность. И провода, срезанные на лэп, и вот это вот странное существо. Специалисты, гинекологи сказали, что это новорожденный, ну или мумия новорожденного ребенка, что она очень сильно испорчена болезнями, какими-то дородовыми или родовыми травмами, и что такие травмы в ту пору были нередкостью. Помнишь историю с маяком? Там же на Южном Урале завод по обогащению, или фабрика по обогащению радиоактивных элементов, маяк, в 1957 году там произошла авария. Сброшенная в пруд радиоактивная вода, закипела, был выброс пара радиоактивного. Но маяк-то еще там полбеды, это далековато от Кыштыма, а вот еще там, опять же, в тех же... Нет, я бы не удивился, если бы это произошло где-то ближе к Снежинску-Озерску, или где-то ближе к Карабашу. Ну, вот Кыштым как раз он казался мне всегда таким довольно чистым. Я жил в Амиасе. Ирадиационный фон я там мерил, ну, все было вроде в норме. Этот выброс снесло ветром, и он довольно длинной полосой. А, ну, вот как хвост, да, вполне возможно. Мимо нашего города, я жил в Амиасе, вот школьные годы, даже тогда детсадовские были годы, пронесло мимо, нас это не затронуло. А вот, может быть, Кыштым как раз... По крайней мере, врачи говорят, что вот такие врожденные уродства и выкидыши детей прежде времени, они были тогда не редкостью. И вот они по этому скелету, по этой мумии, определяют, что это просто выкидыш больного, неудачного, новорожденного. Что ж, разобрались, будем надеяться, что таких... Это все врачебная история, так сказать, нормальная, научная. А ведь вокруг этого уфологи крутились и уверяли, что это пришелец, что... Ну, уфологам и до сих пор там есть чем заняться на Южном Урале, там постоянно что-нибудь донаходят. То в Аркаиме, то... Нет, ну, в Аркаиме нормальная древняя обсерватория, ладно. Ну, там и уфологи тоже, знаете, трубками окольными все пытаются найти места посадки. В общем, с этим карликом, можно сказать, мистификации не было, но заблуждения были очень глубокие. Ну, а если говорить о мире, еще были какие-то такие громкие случаи, когда мы точно думали, что вот инопланетянин, вот он на Земле, а нет. Он у нас в руках, да? Конечно, были. Ну, классический случай – это вот «Вскрытие пришельца». А вот «Отопсия пришельца» так назывался фильм, который в 95-м году, он черно-белый небольшой, якобы документальный фильм, который вышел на экранах многих кинокомпаний. Его, по-моему, больше 30 теле и кинокомпаний купили, крутили, потому что уверяли авторы этого фильма, что это все документальная съемка, и на ней, на операционном столе, лежит человекообразное существо, к нему подходят одетые защитные, там, костюмы биологической защиты, хирурги, и начинают скрывать, вынимать внутренности совершенно нечеловеческого типа, и уверяли они, что это труп пришельца. И история, так сказать, приклеенная к этому история, связана с 1947 годом Розуэльского события. Тогда в Соединенных Штатах, как потом выяснилось, упал один из аэростатов в районе военной базы, там, 51-я зона, и уфологи тогда посчитали, что это была посадка космического корабля пришельцев. Кстати говоря, 1947 год, он в смысле НЛО очень значимый. Тогда же впервые термин появился, неопознанные летающие объекты, потому что тогда же в 1947 году на северо-западе США впервые увидели нечто вот такое тарелкообразное, напечатали об этом в газетах, так что 1947 год он знаковый. Но этого пришельца якобы сфотографировали вот в районе 51-й базы, и фильм пошел распространяться. Много лет спустя режиссер или автор этого фильма признался, что это была отчасти мистификация, что съемки делал не он, ему достались кадры от какого-то военного фотокорреспондента, что он просто некоторые неудачные кадры заменил муляжом, а потом выяснилось, что это был просто муляж, снято было все в квартире, сделан он был из каких-то подручных материалов этот пришелец, вместо крови там, по-моему, варенье какое-то было красное использовано, чистой воды мистификация. Но фильм, наверное, сегодня можно посмотреть в интернете, аутопсия пришельца, то есть вскрытие пришельца, посмотрите, решите сами, но факты говорят о том, что это была чистой воды рукоделие тех, кто хотел продать это за хорошие деньги. А еще же это было время, когда летали аэростаты, с дирижаблями тогда уже вроде как покончили, покончили, да, а вот аэростаты прям набирали популярность. А дело вот в чем. Тогда, после первого взрыва атомных бомб в 45-м году, это были американские бомбы, мы через два года сделали свои советские атомные бомбы, и у нас начали их в Казахстане испытывать. Американцы тогда не могли, спутников не было, самолеты там не летали высоко, и они могли только понять, что Советский Союз создал атомную бомбу потому, какие радиоактивные элементы появляются в атмосфере после взрыва. А для этого надо было где-то в районе СССР пролететь в верхних слоях атмосферы и взять пробы воздуха. Что американцы и делали. Они запускали высотные воздушные шары, их ветром несло на территории СССР, их запускали часто из Норвегии, из Швеции, они тогда были как-то, ну, после войны они были под американским влиянием. Иногда запускали из Соединенных Штатов. Так же, как недавно, кстати говоря, для исследования атмосферы над США, китайцы запускали свои воздушные шары. А вот эту историю свежа в памяти, и там, конечно, шуму было много. Но это был большой скандал, а сначала мы увидели неопознанное атмосферное явление. Воздушные шары время от времени падают, и в Росуэле как раз один из таких упал, ничего особенного. Это был не космический визит, это была просто неудачная техническая попытка запустить воздушный шар. Ну, а еще были и литературные мистификации. Ну, давайте от этого перейдем к вашей беседе с научным обозревателем Александром Соколовым. Это Неземной подкаст. Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы? Ну, единственное положительное, что я в этом вижу, это значит, есть спрос на такие вещи, а спрос со стороны любознательных людей. То есть, есть любознательные люди, которые реально интересуются древностями, их обманывают. Их обманывают. Да. А мы должны просвещать, вот таким образом как-то выводить их на чистую воду. А вообще, как ты считаешь, вот в своем совокупном виде такая лженаука, уфология, астрология и прочая логия, она скорее пользует, если иметь в виду возбуждение любознательности, какое-то расширение кругозора или вред приносит обществу? Ну, диалектически у любого явления можно найти положительную и отрицательную сторону. Например, мы можем взять какую-нибудь смертельную болезнь и сказать, что она же при этом осуществляет естественный отбор, раз. Во-вторых, подстегивает развитие медицины, два. Вот. То же самое и здесь. Ну, вот лженаука полезна тем, что она заставляет, может быть, нас более активно заниматься просвещением. Вот. Но мне кажется, что этим ее польза исчерпывается. Исчерпывается, конечно. Все-таки, конечно, вред. Здесь еще и вред реальному культурному наследию, когда они разрушают археологические памятники. Потому что ладно, когда это просто чудаки, которые смотрят на небо и какой-нибудь там зонт или воздушный шарик. Да ты имеешь в виду уфологию. Это безобидная вещь. Безобидная. Но вот это как бы на стыке с уфологией, но уже вполне обидная, скажем так. Потому что это вред. Вред культурному наследию. Кроме того, ну, можно еще добавить, что они обычно достаточно агрессивны по отношению к академической науке. Ну, это да. И они все. Да, ученые нас обманывают. Да, ученые обманывают. Официальная наука скрывает. Значит, это какой-то заговор. Обязательно там какая-нибудь конспирология примешивается. А ты когда-нибудь встречался вообще с таким массовым обманом со стороны ученых? Вот я всю жизнь в этой структуре, в этой сфере работаю, занимаюсь своей астрономией, астрофизикой. Я никогда не видел заговора среди моих коллег или среди коллег в других странах. Это же не выгодно ученым. Ученым выгодно правду говорить и правду слышать от своих коллег. На какой почве может быть вообще заговор ученых организован? Ну, я могу представить себе, допустим, в той же археологии, когда существовали реально подделки, которые в течение, допустим, многих лет воспринимались как реальные археологические находки. Но это один человек делал подделку, да? Ну, или небольшая группа. И группы были, да? Да. Ну, если мы говорим про, допустим, пилдаунского человека, там, скорее всего, был один исполнитель, но, возможно, у него были сообщники. Мы этого просто не знаем. Но смысл в том, что ему удалось обмануть значительную часть ученых, причем на 40 лет. Но надо добавить, что никогда полного консенсуса тут не было. То есть всегда было в течение вот этих сорока лет там с 1901, года, когда впервые всплыла эта подделка. Всегда была группа... Дискуссия какая-то была. Да, дискуссия. И были скептики, которые причем не говорили, что это подделка, но они говорили, что это просто не то, за что это выдают. Что это кости, относящиеся к двум разным видам там череп человеческий, челюсть обезьянья, которые случайно соединили. Вот. Поэтому, да, сложно себе представить всемирный заговор. Можно себе представить даже группу. И мы знаем примеры, допустим, плохой науки. Мы знаем примеры, ученые, ну, например, какие-нибудь не очень добросовестные, а может быть, даже им кажется, что они добросовестные, слегка, осознанно, неосознанно мухлюют с результатами экспериментов, например. Да, очень хочется. Очень, да, вот как бы результатов пока нет. Ну, финансирование это мне нужно сейчас. Результаты будут потом, ну, пусть мне дадут деньги. Бывает. Поэтому вот такое бывает. Но оно недолго бывает. Обычно это разоблачается другими учеными, потому что в науке существует конкуренция. Естественно, ты разоблачил представителя там какой-нибудь конкурирующей школы, ты молодец. Тогда объясни. Ученые против мифов это одно, а конференция популяризаторов науки, кстати, слово популяризаторы тебе нравится? Ну, как-то все привыкли. Привыкли, да? У меня на этот счет есть свое мнение. Один из моих, ну, слушателей моих лекций обратился ко мне в электронном письме таким образом. Уважаемый Владимир Георгиевич, вы известный популяризатор науки. Это было обидно слышать. Но недавно я услышал нечто похожее, но не обидное. Вы известный пуляризатор науки. И тогда я понял, что мы действительно с тобой, наши коллеги, пуляризаторы, мы распыляем научные знания. А о чем конференция популяризаторов? Конференция, которая, кстати, проходит с 2017 года, она посвящена именно проблемам, вот именно просветителей, можно сказать, просветителей, не обязательно говорить популяризаторов. Просветитель. Просветитель есть сейчас научный коммуникатор. Вот. Ну, как ни назови смысл. Аккумулятор. Да, научный аккумулятор. Вот. Проблемам вот этого сообщества. Сообщество небольшое, но понятно, что существуют различные трудности, с которыми приходится сталкиваться этим людям, нам с вами. Эффект Сагана известный. Карл Саган говорил, что меня перестали считать серьезным ученым с тех пор, как я начал на телевидении сниматься и книги писать. Вот хотя бы. Мы его ощущаем. Вот. Ну, есть ряд других вещей, о которых мы будем говорить завтра. Но есть ситуативные. Например, различные поправки в законодательство, которые создают проблемы. Вот несколько лет назад мы обсуждали новый, так сказать, закон о просветительской деятельности. Сейчас есть новый закон о маркировке рекламы в интернете тоже, который напугал тех, кто занимается вообще деятельностью на YouTube, в соцсетях, потому что не дай, как говорится, не дай, Дарвин, твою публикацию сочтут рекламной, тебя ждет штраф, ты ее не маркировал. Определенным образом у нас будет выступать юрист с разъяснениями. Как, значит, проблема, как скучную научную статью превратить в нескучный, допустим, какой-то пост в соцсетях для пресс-служб различных научных организаций. Проблема. Ну и так далее. То есть существуют именно профессиональные проблемы. Мы будем, между прочим, для вас, может быть, не то, что актуальная тема, дискуссия, а польза и вреде от дебатов с лжеученым. О, у нас это просто больная тема. Астрономия, астрология, такие похожие слова, что их часто путают. Но ты знаешь, этот опыт у меня лично отрицательный. Мы устраивали такие дебаты и всегда зрительно, эффектно выигрывал астролог. Астролог, это, как правило, красивая женщина, астроном, это скучный профессор. В общем, не получались дебаты, получалась реклама для астрологии. Вот. Это проблема. Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда дебаты необходимы. Такие ситуации бывают. Ну, например, когда у нас в стране обсуждалось законодательно запретить ГМО производства в России, биологи были вынуждены участвовать в таких дебатах, но в итоге они все равно их проиграли. Чтобы ГМО не запретили. Да, только, ну как, в России запрещено производство ГМО. Да. Запрещено. генетически модифицированных. Да. Производство запрещено в России. Да. А как же? Природа занимается генетическим модифицированием? Это не ко мне вопрос, а к законодателю. А у нас закон теперь такой? Ну, он уже... То есть стоп цивилизации, да? С 2017 или 2018, я не помню, когда это было принято. Спасибо, просветил. Просветил. Да, да. Вот. Или, например, когда у нас тут антивакцинаторы активно выступали. Тоже дискуссия необходима. То есть хочешь, не хочешь, но если ты не будешь им ничего противопоставлять, они автоматически побеждают. Вот. Поэтому вот есть ситуации, когда, как не хочется, приходится выходить на трибуну и полемизировать с этими людьми. Я очень рад, что такие активные и знающие люди, как ты и твои коллеги, этим занимаются. Ну, отчасти и мы тоже. В общем, наше дело правое, и мы победим. Спасибо тебе большое. Спасибо. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.